Все, кого эти вопросы касаются, это сбережья аудиопрогресса в наших АП, что я хочу еще раз напомнить, а также подразделениями наших, ресторанных комитетных контроля, комиссии, уравнений, уравнений, уравнений. Первое. Вы должны проводить мониторинг и фиксировать все, что у нас происходит на пляже ежедневно. Состояние пляжа, состояние территории, вокруг, как выводится отходы, это все должно фиксироваться. Видео, фото, съемка. По всем пляжам, где у нас в Одессе арендованных пляжах, в том числе и в нашем муниципальном. Что касается департамента экономического разведения и других департаментов, мы должны промониторить эту ситуацию, вот этого сезона, сезона наших портов. После завершения плотного сезона, я жду вас в докладах. Это будет видео, фото, по которому все надеялись. Если необходимо технические средства, значит департамент экономической политики поможет вам. С дронами, чтобы ее не сняли, и сверху, и на земле, и проснимали все. Мне интересно, что в конце доклада о проведении плотного населенного состояния пляжа, первое, второе, и по данному куличному развитию, проанализируя ситуацию, надо ответить себе, депутатам и людям. Ответить. По состоянию, что у нас происходит так? Вот постоянно дискуссия, может быть, мы делаем муниципальный революаж. Я хочу, чтобы мы ответили себе, сколько нам нужно денег, для того, чтобы пляжи были муниципальные. Что мы можем сделать? Как мы можем увеличить то, что это количество? И сможет ли работать наше КП, предоставляя услуги. Но там надо будет нам делать, наверное, все-таки, кажется, более, ну, наверное, проще, в плане того, чтобы не расставлять личные. То есть, кто хочет, кто хочет, как это видит. Пришел, взял там чан и получил, отмутил услуги. Всех хочет, а себе его под сливочкой и отдыхает тогда. Но для этого мы должны все это просчитать и показать. Сначала провести итоги, показать, сколько поступило в ДЖСС, сколько было страх, сколько человек работает, а потом дать удобницы, чтобы для того, для этого нам необходимо. Вот такой штат сотрудников. Нам необходимо столько денег из бюджета на приобретение техники, на содержание и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Просчитать. И что мы сможем зарабатывать? Если я решил. Потому что КП, для того, чтобы оно живут на свой день. Еще раз хочу радостно. Оформите, пожалуйста, протокольное обручение. Всех сегодня у нас передайте мне репортаменты. Печи, если вы можете кого-то упустил, кто занимаетесь. И вы, я знаю, что у вас идет эта работа. Меня интересует по каждому пляжу Одессы, чтобы была своя там паточка, не знаю, свой файлик. Который бы мы могли проанализировать, как была сработка, как убирали мусор, как следили за порядком, какие условия созданы, сколько было предоставлено на территории для людей, которые мы обязаны, и они обязаны, арендаторы описали. Все это у меня интересует. По каждому пляжу. Четкий, глубокий анализ. Сергей Викторович, такой анализ есть. Скажем, когда мы будем приедать, по-моему, заместительным пользователям. И по каждому пляжу наслаждается информация со всеми написания минусами. И со сезоном, например, это трудная. Именно, конечно. Но вы видите, это все-таки целостно. Анализ, я понимаю, что вы мониторите ситуацию. Это была бы основная задача в ней сегодня. Но вопрос, я говорю, в разрезе того, проанализируйте, сколько уходит срез на содержание, вот, допустим, у того же арендатора. Где-то же есть лифт, сколько он затрачивает. Потому что если мы будем создавать, что делать, то это все лежит на наших плечах. Мы должны понимать, что на какие расходы лежат. И сколько мы можем заработать. Ответ.